Дачный сезон в разгаре. Пришедшее в Самару небольшое похолодание – не повод отказываться от поездок за город. Анна Давыдова собрала родственников, чтобы вместе и поработать, и отдохнуть на даче. Тем более, что добраться до участка можно без проблем на автобусе. Организованно вообще-то всегда хорошо, я считаю. Я редко езжу, но я довольна. Но мы ждем, вот, например, я хочу стоять, сидя ехать, я еду, стою, жду. Лучше следующий автобус. Уехать к дачам можно в среду, пятницу, выходные дни, а также в праздники. В каждой из этих дней на линии 52 автобуса по 29 маршрутам. Один из маршрутов работает по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В городе 9 пунктов отправления. Это остановки Георгия Димитрова, завод Металлург, поселок Управленческий, дом Печати, площадь Кирова, Хлебная площадь, пригородный автовокзал, проспект Ленина и автостанция Аврора. Второй год, перевозки проходят достаточно гладко. Нареканий от пассажиров нет, или они буквально единичные. Перевозчик достаточно четко выполняет свои обязательства. Сбоев практически нет. Если автобус ломается, то предоставляется замена этого транспорта. Поэтому будем надеяться, что и оставшееся время так же четко и скрупулезно перевозчик будет относиться к своим обязанностям по этим перевозкам. Для пассажиров работает горячая линия. По общим вопросам, касающимся дачных рейсов, можно обращаться по телефону 8 846 207 7011. А по телефону 8 929 707 61 38 продолжают консультировать относительно использования транспортных карт. Также свои обращения можно направить на страницы перевозчика в соцсетях. У нас работают социальные сети ВКонтакте и телеграм-канал про транспорт. Туда можно оперативно направлять информацию, пожелания, сообщения. Пассажиры знают водителей, водители уже знают свою работу, знают направление, они уже подружески общаются, сообщают о том, что в этом году плохой урожай, жалуются на погоду. Но вот что касается перевозок, нареканий не было. Не было нареканий и у людей, которых мы опросили на остановке. Все нормально, по времени, все четко. Тарифы остались на уровне прежнего года. Также сохраняется возможность льготного проезда с использованием карты школьника и садово-дачной карты. Единый оператор электронного проездного рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс карт и при необходимости пополнить их. Срок активации транспортной карты – один год с момента совершения последней операции пополнения или активации. Для тех, кто имеет право на получение социальной карты жителя Самарской области, действуют садово-дачная и транспортная карты. Для льготного проезда нужно предъявлять и дачную карту, и документ, подтверждающий право на получение и использование соцкарты жителя области. Напомним, что в этом году дачный сезон стартовал на две недели раньше обычного. Такое решение приняли по поручению главы Самары Елены Лапушкиной. Мы благодарны ей. Уже второй год мы прям очень хорошо ездим, сидим все. Но кто не хочет, может другой, через полчаса другой придет. Очень довольны. В мае дачные автобусы перевезли 134 тысячи пассажиров. В июне – 128 тысяч. Перевозки будут продолжаться до конца октября. Напомним, что в октябре дачные рейсы организуются только по выходным дням. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Петр Поломеев. События.